Приветствую, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше покраску своего газа от фирмы Звезда. Вот такой вот он получился, как вы уже видели в предыдущей части. Вот, кто не видел, можете посмотреть части, которые выпустил я до этого. Ну, вот что мы на данный момент имеем. Делал цветовую модуляцию, чтобы были разные оттенки ржавого цвета. Вот так получилось. В принципе, работой я доволен. Получилось очень хорошо. Вот такие вот двери. Что будем делать в этой части? В этой части видео буду учиться работать вот с такими жидкостями. маска-скол от фирмы Пластмастер и жидкий трафарет. Ну, как вы уже поняли, маска-скол – жидкость для нанесения, для имитации сколов на технике и на авиации. А жидкий трафарет – это как бы жидкая маска. Будем работать, смотреть, как они действуют и испытывать. Ну, судя инструкции, написано «Сболтать» и нанести на места, где будут предполагаемые сколы. Я хочу делать сильно ободранную, поэтому буду наносить побольше. Вот так вот наносится эта жидкость. До этого как бы я пробовал жидкость АК специально для сколов. Мне она очень понравилась. Теперь, как бы попробуем от фирмы Пластмастер. О том, как написано «Дать просохнуть и обдирать». «Дать просохнуть и обдирать» «Дать просохнуть и обдирать» «Дать просохнуть и обдирать» «Дать просохнуть и обдирать» Закончил работать смазка сколом. Так вот намазал. Ну и теперь по инструкции сказано, когда появится однородного цвета пленка, можно приступать к покраске. Сейчас подожду какое-то время засеку ради интереса, сколько будет высыхать. Я думаю минут 20 по такой жаре, как у нас сегодня достаточно, потому что двери помазал, уже как бы они стали однородно выглядеть. А перед этим, перед тем как наносить краску, еще нанесу на бронелисты жидкий трафарет. Тоже сболтаем. Так как я хочу, чтобы у меня были бронелисты чисто ржавого цвета, я на них нанесу жидкую маску. Как бы в инструкции написано, что наносить можно не жалеючи, тоже. Чтобы была хорошая пленка плотная, чтобы она потом хорошо снялась. Вот так наношу. На запах тоже очень приятная. Маска-скол напоминает, что чем-то запах ПВА, жидкий трафарет, запах слабенький, слабенький, как у нашатырного спирта, как аммиак пахнет. Работать можно, как бы довольно хорошо наносится. Вот так вот получается. Главное, чтобы отсюда хорошо снялась. Надо было, наверное, немножко потоньше кисточку взять. Но на форуме читал про это средство, написано, что кисточка может после этого средства испортиться. Ну ничего, намазал. Ну теперь ждём полного высыхания. Всё, ждём и засекаем время. Прошло минут 25 и, как я говорил, все жидкости подсохли. Получилась вот такая вот однородная липкая масса, где был нанесён маск-скол. Теперь надо руками аккуратно. А где бронелисты на лобовых стёклах и на дверях, такая как бы получилась матовая плёночка. Она подсохла. Вот видно. Ну теперь буду наносить первый слой камуфляжа. С камуфляжем определился, будет мелкими пятнами. Вот. Первый слой будет вот такого цвета. Я краску использую Мистер Хобби. Хобби колор акриловую. Цвет аж 312. В принципе, почему я пришёл к этому цвету. Заказал нечаянно две баночки такого цвета, а он мне в принципе никуда не нужен, чтобы краска не лежала, не портилась. Решил сделать один цвет с этой краски. Ну что, начнём покраску. Развёл краску и начинаю покраску. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Закончил красить в базовый цвет. Первый цвет камуфляжа. Вот что получилось на данный момент. Как видите, жидкие маски и жидкие сколы закрылись краской. Как бы они видны хорошо, то есть будет удобно их стирать, всё незаметно. Вот такой получился первый цвет камуфляжа. Дадим ему просохнуть получше. Так, двери получились. Ну, следующий, наверное, цвет камуфляжа будет уже в следующей части. Покажу, как наносятся пятна камуфляжа жидким трафаретом или жидкими масками. И буду красить во второй цвет. Второй цвет, наверное, я выбрал оливдраб, чтобы было более лучшее сочетание цветов. И буду красить в оливдраб. На этом, наверное, эту часть закончу, дабы вас не перегружать. Ну, и заодно дам просохнуть хорошо краски первому слою. И также ещё немножко подумаю, что мне делать дальше. Спасибо, друзья, за просмотры. На этом заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким. Смотрите следующую часть. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!